В этом выпуске вы узнаете 5 новых Мовави-идей, которые сделают ваше видео лучше и интереснее в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, да в целом везде, где можно выкладывать видео. Меня зовут Артур Вишневский, подписка, лайк авансом и помчали. И первый трюк или эффект это бутылочка. Нестандартный ракурс от первого лица. Смотрим. Для этого трюка или эффекта вам понадобится бутылочка первая, бутылочка вторая, также ножницы, скотч и ваш смартфон или экшн-камера. Также желательно, чтобы у вас был широкоугольный объектив, так будет чуточку прикольней, но не обязательно. Одну бутылочку откладываем в сторону, она нам пригодится для первого кадра, а у второй бутылочки отрезаем основание. Берем ножницы и отрезаем. Теперь нам нужно разместить камеру так, чтобы объектив был ровно посерединке. Берем скотч, если вы такие же, как и мы, то у вас с первого раза будет все проливаться прямо на стол. Поэтому, чтобы у вас этого не произошло, я советую использовать не тейп, а самый обычный прозрачный скотч. Отрезаете несколько коротких кусочков и приклеиваете с разных сторон. И если вы сделали все правильно, то у вас может получиться довольно прикольный кадр сквозь горлышко бутылки. Можно много чего классного наснимать, но мы сейчас снимаем кое-что конкретное, поэтому берем небольшой тазик, на всякий случай, чтобы ничего не пролилось, из какого-нибудь кувшина заливаем воду и быстро выпиваем. Конечно, мы снимаем 60 кадров в секунду, чтобы потом это дело замедлить. И стараемся пить красиво, прям как в рекламе. Не то, чтобы у меня очень элегантно получилось, но имеем, что имеем. И теперь мы снимаем второй дубль. Берем первую бутылочку, которая целая, наливаем туда воду, если ее еще там не было. Берем эту бутылочку со стола и снимаем, что мы ее собираемся сейчас выпить. Потом в видеоредакторе Movavi берем второй дубль, ставим в самое начало, склеиваем его со вторым дублем, накладываем музычку и получаем эффект. Яркие, запоминающиеся видео можно создавать быстро, не тратя время на изучение программ и поиск нужных эффектов. С этим вам позволит справиться Movavi Video Editor Plus 2022 и новый набор эффектов Galoa. Movavi Video Editor Plus 2022 идеально подходит для быстрого монтажа видео. Интерфейс очень интуитивный, обходящие в программу инструменты и готовые настройки помогут добиваться нужного результата в несколько кликов. Она работает даже на средних по характеристикам компьютерах, а ее формат годовой подписки позволяет по сниженной стоимости получить полный инструментал и все обновления, что выйдут за следующие 12 месяцев. Новый набор эффектов Galoa станет хорошим дополнением к вашим роликам. Он адаптирован для YouTube, а эффекты, сочетающие строгие геометрические формы с яркими акцентами, точно помогут вам создавать визуально запоминающийся контент. Годовая подписка на Movavi Video Editor Plus 2022 и набор эффектов Galoa будет доступна со скидкой 15% по промокоду VLOG15. Смело используйте промокод при покупке или просто переходите по ссылке ниже на страницу со скидкой. В идее номер два мы будем крутиться очень быстро. Как вы уже поняли, вам понадобится стиральная машинка, которая умеет крутить барабан. Также вам понадобится смартфон, который влагостойкий или, например, экшн-камера. И также вам понадобится самая крепкая клейкая лента, которую вы смогли найти. И нам нужно приделать наш смартфон ровно к центру барабана. В моем случае эта серединка немножко скруглена, поэтому приклеить смартфон будет несколько проблематично. Это не плоскость. По этой причине я взял небольшой штатив и поставил его прямо на сам барабан. Приклеил каждую ножку этого штатива и также сам смартфон на всякий случай. Немножко накидываем вещей для дополнительного эффекта, закрываем нашу стиральную машинку и ставим режим... Какой режим я ставил? Сейчас посмотрю. Поставил режим отжим и скорость вращения самая минимальная. Также, если у вас есть возможность связать ваш смартфон или экшн-камеру с каким-то дополнительным девайсом, чтобы контролировать это все дистанционно, будет очень круто. У меня есть часы, поэтому я мог включать и останавливать запись тогда, когда мне нужно. Разумеется, мы предварительно ставим 60 кадров в секунду и записываем с каким-то движением руки. Затем в видеоредакторе Movavi играемся со скоростью клипа и получаем результат. В следующем трюке будет немного страшно, потому что смартфон будет падать. Для этого вам понадобится рулетка, 5 метров будет достаточно, тейп, крепление для смартфона и сам смартфон. На всякий случай, в целях безопасности, я советую вам примотать данную конструкцию дважды. Первый раз крепление к рулетке и второй раз смартфон к креплению. Так будет надежнее, потому что наблюдать, как падает айфон вниз, я не собираюсь. И если вы сделали все правильно, то отпустив зажим, смартфон будет медленно падать вниз. Теперь мы бежим на второй или третий этаж, зависит от вашего здания, и какой-то человек бежит в самый низ и готовится ловить смартфон в случае, если он упадет. На самом деле он просто делает вид, как будто бы он оттолкнул смартфон. То есть потом мы это будем реверсить, соответственно, когда смартфон на него падает, он должен оттянуть руку назад, как будто бы он его толкает. Снимаем мы это точно так же в 60 кадров и желательно включить широкоугольный объектив, если он у вас есть. Делаем несколько дублей, потом перемещаемся в видеоредактор Movavi, играемся со скоростью и получаем результат. Идея номер четыре. Орбита. Летать будем. Берем стойку, штатив или то, на что можно приделать смартфон, что-то длинное, и на всякий случай обмотайте смартфон скотчем. Второй человек сидит на какой-то возвышенности, завязывает шнурки, например, и нам нужно сделать как можно более ровный круг. Если у вас вдруг не получается сделать ровный круг, потому что все же нужно еще прокручивать эту стойку, пока мы крутим, в таком случае попробуйте сделать в два этапа. Первый это верхняя дуга, и второй это нижняя дуга. Потом в видеоредакторе Movavi мы накидываем небольшой переход, какой-нибудь фейт. Эти два кадра аккуратненько сливаются, и получается продолжительное движение по кругу. В пятой идее будем ловко менять освещение. Причем можно менять освещение как в квартире, так и на улице, например, день на ночь. А сделать это довольно просто. В первом дубле с обычным освещением делаем какое-то движение, потом врезаемся в плечо или спину человека, а перед вторым дублем включаем другое освещение, и точно так же вылетаем из-за спины или плеча, уже показывая новое освещение. Потом в видеоредакторе Movavi стыкуем эти два кадра, накидываем какой-нибудь небольшой переходик, например, фейт, и получаем результат. Жмите на одно из этих видео, если хотите узнать больше классных идей. Также жмите лайк, если это видео было вам полезно, и увидимся в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!